Значит, ножки можно согнуть, ручки наоборот мы кладем вот таким вот образом, руки прижаты к голове, ну то есть и руки, да, будут повторять движение головы. То есть, ну в исходной позиции мысленно, ну человеку надо объяснить, что мысленно представляем продольную линию тела, вот, можете ее прочувствовать, и как бы макушкой тянемся вверх, вытягиваемся, то есть надо макушку выстроить по этой продольной линии тела, ну по ощущениям, да, и мы как бы тянемся вверх, как бы свое тело, свою вот эту вот продольную линию немножечко натягиваем. Теперь начинаем, в этом положении сначала делаем спокойный вдох, не обязательно делать глубокий вдох, делаем спокойный вдох. Когда делаем вдох, мы смотрим глазками вдаль. И теперь делаем выдох, одновременно с выдохом, вы сначала поджимаете подбородок, потом начинаете поднимать голову, тянем подбородок к вырезке, руки вместе с головой, и потом поднимаются немножечко лопатки. Понятно, да? Это делается на выдохе, и одновременно глазки приходят, либо смотрим вниз вот сюда, либо смотрим на кончик носа. Понятно, да? И снова вдох, опустились, вытянули продольную линию максимально вверх. На макушку. Да, на макушку тянемся, смотрим вдаль, либо вверх глазками, и выдох снова начинаем сначала подбородок, да, и сюда, и взгляд переводим либо сюда, либо сюда. Понятно, да? Делаем все плавненько. Если человеку трудно сделать такую амплитуду, можно ограничиться амплитудой. Голова поднялась, все, достаточно. Понятно, да? То есть здесь нет задачи как таковой сделать высокоамплитудное движение. Понятно, да? Движение, в общем-то, именно в сочетании дыхания с глазодвигательной вот этой вот синкинезией. Это на какой плоскости? Сагитальную плоскость, совершенно верно. То есть мы все работаем вот в этой плоскости, все системы. Механическая, зрительная и дыхательная. Ножки согнуть, да, и они должны быть расслаблены. То есть, чтобы убрать напряжение с таза. Ну и в то же время добавить сюда опору. Потому что в данном случае таз будет стабилен. Более стабилен, чем если ножки будут вытянуты. Понятно, да? То есть человек может, он может наоборот ножки расставить подальше, допустим, колени соединить. Ну то есть как вариант. Понятно, да? То есть главное, чтобы ему было удобно, комфортно. Вот. И вот в этой плоскости мы делаем где-то 25-30 движений. Можно сделать непрерывно. Можно сделать, разбить на подходы там по 8-10 повторов в подходе, да. То есть в 2-3 подхода. То есть, ну в зависимости, опять же, упражнение нужно объяснить, что упражнение нужно делать с минимально возможным напряжением. То есть не нужно сильно напрягаться. То есть нужно быть достаточно расслабленным, но в то же время, чтобы это движение происходило плавно. Понятно, да? То есть не нужно, чтобы человек качал пресс и делал какие-то рывки, пытался сильно, мощно сделать это движение, амплитудно и так далее. Здесь задачи такой вообще нет. Здесь нужно, во-первых, чтобы он четко представил эту продольную линию тела. То есть это на уровне идиокинеза. То есть он мысленно эту ось внутри своего тела сам простраивает. Вот. И вдоль этой оси он, собственно, работает. И второй вариант упражнения, который можно ему предложить, есть ли у нас какой-нибудь ремень или что-то такое гибкое. Ремень обсуждается просто? Да, супер. Ну, буквально на пару минут, Максим Викторович. Спасибо большое. Очень. Смотрите, что можно еще пациенту предложить для стабилизации. Ставим ножки вместе. Это упражнение, оно взято из системы, может быть, кто-то такую систему слышал. Осознанное движение, то есть осознание через движение по Фильденкрайзу. Да, слышали наверняка такую фамилию. Там есть очень неплохое упражнение, которое позволяет центрировать наше тело. И прочувствовать вот именно вот эту вот центральную ось тела на уровне вот ощущений для пациента. Потому что как только человек воспринимает некоторый опыт, да, и этот опыт некоторое количество раз повторяет, то есть его система просто-напросто эту информацию запоминает. И потом начинает ее применять в таком автоматическом режиме. То есть просим пациента вот таким вот образом соединить ручки. Таким образом, чтобы плечи, лопатки расслабились и прижались к опоре. И у нас образуется такой равносторонний, равнобедренный треугольник, да, то есть основанием которого является грудная клетка. И две стороны – это наши руки. Ладошки должны быть соединены вместе. И этот треугольник в процессе движения должен всегда оставаться равнобедренным. Да, то есть это такое условие. Здесь пациент ставит ножки тоже вместе. Можно для того, чтобы он лучше чувствовал, можно попросить его что-то зафиксировать коленочками. Ну, там, можно лист бумаги ему дать, либо там мячик какой-нибудь небольшой. Ну, то есть чтобы он ногами слегка что-то удерживал. Не тяжелое. Только не тяжелое, да. То есть что-то легкое. Вот, то есть что-то еле-еле, то, что легко удержать. И после этого три фазы движения можно предложить. Первая фаза движения. Человек смотрит глазками, выбирает точку на потолке, на которой он фиксируется взором, да, и удерживая эту позицию, начинает треугольник наклонять в сторону. То есть таким образом, чтобы треугольник у нас оставался равнобедренным. Да, то есть мы его целиком, то есть мы, по сути, поворачиваем, наклоняем основание треугольника. Да, то есть локти не должны у нас сгибаться. Ну и делаем движение. Можно по очереди делать в одну сторону, в другую сторону, да. При этом задание такое, чтобы шею максимально расслабить. То есть шея совершает естественное движение, которое идет от плечевого пояса, да. Но за счет того, что он глазками фиксируется, взором фиксируется на срединную линию, да, то есть вращение будет происходить по продольной, да, то есть вокруг продольной линии тела. Понятно, да? То есть, опять же, задача такая, чтобы у него субъективно было ощущение симметричности движения. То есть задача не стоит, чтобы сделать высокоамплитудное движение. Оно может быть вообще 2-3 градуса, такое раскачивающее движение, но чтобы по ощущениям было именно легкое, равномерное, симметричное движение. Может быть такое, что человек говорит, я чувствую, что вот у меня туда руки идут хорошо, а в обратную сторону я чувствую в теле какое-то сопротивление. Вот. И в этом случае вы ему просто объясняете, что такое может быть, это нормально, да. Ваша задача просто почувствовать это сопротивление, этот барьер, и просто обратить на него внимание. Ничего делать не нужно, не нужно пытаться этот барьер преодолеть. Он просто своим вниманием находит, где вот ту точку, которая ему, собственно, мешает сделать вот это движение. И удерживая внимание на этой точке, он продолжает делать вот это вот низкоамплитудное, расслабленное движение. Можем пока руки отпустить, чтобы отдохнули. Вот. То есть смысл в том, что человек именно своим вниманием, а внимание – это инструмент нашей осознанности, да, вот, он просто, одновременно осознавая, что в его теле есть некий барьер, некое вот препятствие, он его осознает с помощью внимания и продолжает делать движение. И в определенный момент этот барьер, он просто, ну, исчезает. Понятно, да? То есть задача в том, чтобы человек не пытался его, это вот это сопротивление, не пытался его преодолеть. Его нужно просто наблюдать. И надо это вот обозначить. Да? То есть это первая фаза движения. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ОАПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну, а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ОАПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста.